И с нами на связи Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Приветствую, рад вас видеть. Итак, вечером, 14 января, в российских и украинских, даже телеграм-каналах, появились сообщения о том, что был сбит российский разведывательный самолет А-50 и поврежден вражеский воздушный командный пункт Ил-22М. Вот утром эту информацию подтвердил командующий воздушных сил ВСУ Николай Лещук. Он написал, как я помню, вот это вам, за Днепр, но не уточнил подробности. И вот сейчас есть стопроцентное подтверждение. Хотели бы услышать ваш комментарий, насколько это болезненно для врага, потеря вот двух таких самолетов? Ну, это очень жирный улов. Очень жирный. Вот то, что вы сейчас показываете, сверху это А-50, это на базе Ил-76 был сделан самолет дальней радиолокационного обнаружения. Вот в этом грибочке самая большая его ценность, это бортовой радиолокационный комплекс «Шмель». А внизу это Ил-22, который, если помните, когда-то в советские времена, там 60-е, 70-е, можем еще даже начало 80-х, летал такой самолет, Акил-18, очень такой труженик такой, летал далеко, надежно, в любую погоду, хоть в Антарктиду, хоть в Арктику, хоть в Америку, куда угодно, с не очень высокой скоростью, но зато так очень надежно. Их после этого, некоторые из них там модернизировали, существенно модернизировали, скажем, и сделали из них вот эти вот самолетики Ил-22. Они существуют в трех типах. Самый такой дорогущий это Ил-22ПП «Порубщик», который занимается радиотехнической разведкой, который занимается постановкой помех, который занимается всякими подобными прочими гадостями, и он, пожалуй, из всего этого хозяйства самый дорогой. Второй вариант это летающий командный пункт, который выполняет функции управления всем ППО, войсками на местах, имеется в виду, которые как-то связаны с ППО, или которые связаны с авиацией. И третий это просто ретранслятор, через которого передаются сигналы, начиная от дрончиков и заканчивая там самолетами и вертолетами. Вот это три таких функции. Цена вот А-50, она начинается где-то 330-500 миллионов долларов, потому что вот эта вся радиотехническая начинка, она очень дорогая, в зависимости от того, это А-50 или А-50У. И, кстати, это импортная начинка или российская? Элементная база. Знаете, когда они с А-50 перешли к А-50У и сказали, мы сейчас его сильно модернизировали, мы электронно-лучевые мониторы, вместо них поставили обычные LED-овские мониторы, то ясное дело, что Россия их там пока еще не очень выпускает. Это, скорее всего, что-нибудь там из южнокорейских, или в худшем случае китайских мониторов. Там этих машин немного, их там А-50, их там в районе 10, может быть, там 10 плюс машин, одну в Микуловичах, там белорусские партизаны, ему немножко крышу попортили этому локатору. И он после этого улетел в Таганрог, и неизвестно было, чем там эта история закончилась, потому что там вот эта обшивка этого шмеля, этого локатора, этого грибка пляжного, который там сверху торчит, это радиопрозрачный материал, и там нет прочности, поэтому его смогли повредить. А насколько там глубоко повредили локатор, потому что там локаторы еще вращаются, сейчас современные системы, там ничего не вращается, там просто за счет электроники и создается как бы иллюзия вот этого вот кругового обзора. Ну не иллюзия, это факт, но просто оно создается другими средствами. Другими средствами формируется луч, который сканирует пространство вокруг. А Ил-22, его цена там где-то начинается от 300 миллионов долларов. То есть это такие, это дорогие очень такие староновогодние подарки. Константин, я правильно понимаю, что вот эти самолеты как раз и могли руководить вот ракетами, да, во время залпов по Украине. Вот эти ракеты, которые меняют курс, наверное, да, вот, или они просто видят обстановку и нацеливают их? Ну, самими ракетами руководить, это дело дурное, потому что они вас не услышат. Вы можете там сколько угодно командовать, но они вас не услышат, потому что, как только ракета отошла, сошла с пилона, она дальше живет. Да, она уже пошла там по своей системе наведения. Там либо GPS, либо инерциальная система наведения, если подавляется спутниковая навигация, либо там есть еще там сравнение по карте, какой-то любой из этих способов. Но вся идея заключается в том, чтобы ракета не была объектом, который имеет какую-то физическую связь с внешним миром, потому что в эту физическую связь можно входить. Вот как раз вот эти 20 ракет, которые там пропали, аннигилировали в пространстве, вот похоже, что там как раз вошли в систему управления GPS. Да, но мы еще поговорим с вами об этих ракетах, но об этих самолетах все-таки. А здесь вопрос заключается в том, что когда идет вот этот большой ракетный навал, это атака ракетная, и в этот момент очень удобно выяснять и засекать все радиотехнические средства, устройства, связь, всего, что есть, эти точки, потому что это те цели, которые в ближайшее время должны будут быть поражены. То есть это радиотехническая разведка получается? Да, да, совершенно справедливо. А здесь была ситуация такая, когда вот там есть город Приморск, он между Бердянском и Крымом. Я знаю, я полдетства провел в этом городе, я прекрасно его знаю. Да, так вот, они, очевидно, была какая-то задача специальная, поставлена в связи с вот этими вот 20 ракетами, они там что-то очень долго крутились, и таким клинышком с Азовского моря они заходили на этот город. И я уверен, что это была засада, что их выжидали, что за ними наблюдали. И когда они вдвоем оказались в районе этого города, практически одновременно, я думаю, что все-таки это был Патриот, потому что там и по расстояниям он, в принципе, может дотянуться. 160 километров, в принципе, он дотягивается с запасом там на нашей территории, где-то его там в кустах припрятали. И была очевидная информация по другим источникам, что вот они залетели одновременно в эту зону, быстренько включился радар, быстренько запустили, быстренько бабахнули, и эти два самолетика смогли развернуться и улететь и бухнуться в Азовское море, там уже ближе к российской территории. Вот так это было. Их поймали в засаду, им сделали капкан. Прекрасное решение, и просто можно аплодировать нашим воздушным силам. Штавал. Да, ждем. Очень приятные. Все такие, аж хорошо стало. Да. Ждем следующих таких же жирных целей. Ну вот тема, о которой мы уже с вами начали говорить сегодня. Во время комбинированной атаки, вот воздушной атаки России по Украине, утром 13 января, более двух десятков российских ракет и дронов не достигли целей в результате самоподрывов, попадания безлюдной территории и благодаря эффективной работе украинских средств в радиоэлектронной борьбе. Вот так отмечается. Я помню, спикер воздушных сил Юрий Игнат говорил об успешных воздействиях на ракеты Х-22. Вот поправьте меня, пожалуйста, если я ошибся. Но сегодняшний результат, это на самом деле тоже очень хорошая новость. Даже вот в Американском институте изучения войны назвали это, ну, словом, перелом. Все-таки 20 ракет вывели из строя в полете. Шутка ли? Ну, там насчет 20 ли были подавлены РЭБом или не 20, это еще вопрос открытый. Второй вопрос, который меня очень интересует. Были ли в этом списке Х-22, а все остальное как бы есть версии. Нет достоверной информации, есть версии. Но в любом случае понятно, что вот этим уязвимым местом, когда можно заменить информацию, которую ракета пытается снять, систему спутниковой навигации у россиян, это ГЛОНАСС. Мы пользуемся наторскими системами, GPS, и в автомобилях, как правило, пользуются этими системами позиционирования с помощью спутников. Вот момент, когда сигнал спутника, он не очень сильный, он бывает в зоне, где он там слабеет. И в тот момент, когда он слабеет и когда он там не очень сильный, ракета переключается на свою собственную инерциальную систему. Сегодня аншлаг. На свою собственную инерциальную систему наведения. И потом, когда сигнал опять появляется, она отпускает эту инерциальную систему наведения, потому что она не обеспечивает точность, которую дает спутниковая навигация. И в этот момент как раз то и происходит, судя по всему, воздействие. Потому что одно дело поставить помехи, но ты поставишь помехи, там будет шум, там будет искажение каких-то сигналов, но она перейдет на инерциальную систему наведения. Появится опять сигнал, пролетит она эту зону воздействия. И после этого пролета она опять восстановит связь со спутником. То есть это не решит твою проблему обмана ракетой. Ты можешь ей там немножко помешать, но ты ее принципиально не обманешь. И первая версия, которая была, это то, что было нечто в воздухе, либо самолет, либо там какой-то большой беспилотник. Но в принципе там есть беспилотники американские, которые там могут летать достаточно высоко, и по большому счету могут выполнять эти функции. Либо это спутник, который как бы пристроился под глонассовский спутник, дал более мощный сигнал в эту зону, и как бы вот такой вот, условно говоря, перехват управления произошел. Но потом появилась информация, что это создана сеть, украинская сеть достигла определенной плотности и насыщения по территории Украины, которая позволяет фактически выполнять вот эту вот функцию, передавая эту ракету от одной к другой, чтобы, ну как бы, довериться, чтобы она доверилась, чтобы эта инерциальная система не конфликтовала. Потому что если у тебя инерциальная система показывает одно, а спутниковая навигация показывает совсем другое, то там тоже срабатывает внутренняя логика, и говорят, не-не-не, будем верить там плохим предметам. То есть ведут, да, эту ракету? Да, да, ее ведут, именно ведут, перехватывают. И это как бы вот такая концепция, такая версия, ну мне кажется, что она заслуживает самого большого, ну самого серьезного отношения к себе, ну как наиболее вероятностное. Но в эту тему не вписывается Ха-22, Ха-22, о которой я говорил, о которой только инерциальная система наведения, и на конечной фазе, если она там не прошла каких-то специальных модернизаций, то на последней фазе полета она сравнивает теплоизъемную картинку с той, которая играет со спутника. Либо, если там есть Ха-22, то либо наша версия неправильная, либо это маркета, которая прошла модификацию, в которую поставили еще и спутниковую навигацию. Ну что тоже само по себе, ну как бы является информацией, к ней надо каким-то образом относиться и реагировать на нее. Ну в любом случае, это достаточно, действительно, прорыв, я скажу. Каким бы способом не сбили эти ракеты, мы благодарны защитникам, которые это сделали. И дай бог им больше достижений, больше исследований, в которых они, я так понимаю, хорошо понимают, да, и сбивают эти ракеты еще на подлете. Эти ракеты просто падают в чистом поле. Ну вот тем временем захватчики, как пишут эксперты, также экспериментируют с ракетными ударами разного типа, чтобы вот адаптировать, как говорят, свои системы и преодолевать украинскую ПВО. То есть это такие волны, когда идут там крылатые ракеты, идут баллистические ракеты, идут какие-то ложные цели. Я так понимаю, вот эти самолеты, которые сегодня сбили, сканируют обстановку, пытаются разведать, что происходит на самом деле, где стоят наши радары и так далее. И вот этими волнами они пытаются все-таки пробивать нашу защиту, правильно? Да, но вопрос заключается в том, что... Сейчас я попробую точно сформулировать. Вопрос заключается в том, что первоначально предполагалось, что первая волна, которая там истощает ПВО, это волна шахедов. И вот эти вот шахедные атаки, мы говорили о том, что потенциал россиян это где-то 500 шахедов в месяц, и они как-то будут этим вариантом пользоваться. И сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, среднее, там максимальное было 500, а среднее, если посчитать, там получалось, что это порядка 440-460 шахедов в месяц. А сейчас мы такой интенсивности шахедов не видим, с одной стороны. С другой стороны, есть информация там в российских пабликах о том, что там не все хорошо с персоналом, что не хватает людей, что их мобилизуют, что их там требуют вернуть с фронта и прочее, прочее, прочее. И что из Ирана поступает плохая комплектация, а мы не перешли полностью на свои импортозамещенные элементы и так далее и тому подобное. Вот это вот все вместе говорит о том, что им сейчас и шахедиков на самом-то деле в дефиците. И тогда запускаются вот эти шахеды 238, которые, я так считаю, что это просто информационный шум или там прототипы, которые были сделаны. Это реактивные, да, которые с реактивным двигателем? Да. Которые с реактивным двигателем. Что типа мы там перестраиваемся. Ну, то есть создать какую-то новую картинку, новую иллюзию. Так вот, возвращаясь к ракетным атакам. Потом должна была бы, ну, по всей логике, идти из серии большое количество крылатых ракет, потому что крылатых ракет, ну, по определению, изготавливается больше, чем баллистических ракет. И вот эти крылатые ракеты должны там вообще истощить до дистрофии систему ПВО. И после этого уже там бабахнуть баллистикой под шумок загнать Х-23 с точностью плюс-минус километр, куда попадет, непонятно, но тонна веса будет, принесет какие-то большие разрушения однозначно. Мы это видим, это кошмар и ужас. Это, ну, вот это просто, в моем понимании, Х-22 это оружие массового поражения, потому что иначе... Ну, помню, Кременчук и Днепр, помню, что это. Да, да, совершенно верно. Ракеты. Ну вот, а уже потом там какие-то цели, которые действительно являются военными, которые тебе важны для осуществления военных действий, тогда ты уже эти цели там добьешь либо кинжалами, либо искандерами. М. Ну, это фактически одна та же ракета, это просто разные точки базирования. А сейчас они... Вот три атаки у них были, на третьей атаке 8-го числа они уже использовали фактически из всего ракетного потенциала они пользовались... 30% это была баллистика. Я имею в виду С-300, Искандер-М, Х-22 и кинжал. А последняя атака, ну, фактически вообще там почти все было баллистика, там крылатые ракеты там как-то немножко использовали, а перед этим там еще то ли три, то ли четыре калибра они там запускали по Одессе. И это все. И с другой стороны, я как бы пытаюсь вести какую-то, я не знаю, это статистика, не статистика, статистика, там должна быть погрешность не очень большая. Здесь, наверное, в моих расчетах значительно большая погрешность, потому что всякие разные косвенные данные с разных сторон, из разных источников, я пытаюсь это дело стыковать, и у меня получается такая картинка, что у них действительно возникает серьезный дефицит с ракетами. Они их уже и не могут пускать, или же они их... не хватает средств доставки. Но, судя по всему, еще Ту-95 хватает, и они их поднимают. Но если они вначале поднимали 20 машин, это 29-го атака, да, 29-го декабря, потом они поднимали 16 машин, потом 11 машин, которые сделали 24 пуска, и последнее, это было 11 Ту-95-х, которые выдавили из себя 12 ракет. То есть явное снижение и темпа, и возможностей. То есть еще самолетики летают, а ракеты как бы там в дефиците. Если бы было избыточное количество ракет, то тогда, наверное, к этому было бы другое, ну, пускали бы больше. Ну, и то, что вытаскивают вот эти запасы ХА-22, которые... Ну, они военных задачей решить не могут, но задачу психологического давления они оказывать могут. Они никак не могут понять, что до нас этим не особенно возьмешь. И этим же объясняется, очевидно, вот эти все игры с корейскими ракетами, вот эти все разговоры, что Иран нам начнет поставлять, хотя, ну, судя по всему, Иран за это дело не возьмется. Там сидят умные люди тоже. Ну, а КНДР поставляет уже? Со своими идеями. Что-что? КНДР уже поставляет? Иран? КНДР, Северная Корея. КНДР, нет, Корея, да. Северная Корея, да. Они уже поставляют. Ну, там что, порядка 20 ракет. А, знаете, РФ вот все чаще направляет баллистику на аэродромы, видимо, ну, в преддверии поставок F-16. Вот это все-таки говорит, что боятся они этих поставок, как бы не хорохорились, так ведь? Ну, конечно, это дополнительная, очень серьезная угроза, которая несет в себе еще неопределенность. Неизвестно, какое будет вооружение, неизвестно, какие будут модификации этих истребителей. Поэтому, если можно, остатки товара, лежалого товара на складе, Х-22, отправлять в сторону аэродромов, то они с удовольствием это будут делать, отправлять. Это очевидные для них вещи. Вот Россия потратила более 239 миллионов долларов на воздушную атаку Украины 13 января. Это, ну, огромная цифра. Но, судя по всему, для россиян она, ну, ничего не значит. Они никогда этих денег не видели и, скорее всего, и не увидят. И дальше ведь на эти ракеты будет идти максимальное финансирование. Это, наверное, как и в русской шутке, да, что это не папа будет меньше пить, а сын будет меньше есть. Так ведь? И нам нужно все-таки готовиться отражать эти атаки и надеяться на то, что РФ закончится, эти ракеты не нужно. Ну, вот, атака 10 октября 2022 года, там, одна из больших, мощных атак, мы там с друзьями посчитали, что в этот момент Россия потеряла где-то порядка 700 миллионов долларов. И мы так начали говорить между собой, а если бы эти деньги Россия использовала для своих людей, для своего населения, то, чтобы это было бы хорошее дело или плохое, вот что было бы лучше. Но мы тогда нашли такую для себя логику, что это были не живые деньги, которые Россия потратила в настоящий момент, а это были деньги из накопившихся запасов, еще там, некоторые запасы, еще советских времен, или там Россия Ельцина, или там Россия 90-х, или начало 2000-х. То есть, это не те деньги, которые ты сейчас у себя из кармана вытащил и положил. И поэтому их там не жалко. А вот последние атаки, они уже вытаскивают деньги из карманов, просто денег достаточно много, потому что нефтяной эмбарго там пока не очень эффективно действует, и они за нефть и газы не получают еще достаточно много денег. А ресурсов для того, чтобы эти деньги осваивать, то есть, самого сырья, материалов, рабочие силы им не хватает. Поэтому вот это большое количество денег, которое там сейчас затопило Россию, затопило регионы, и там вот эти все окрестности, у них там появилось много денег, и так далее, и тому подобное, им опять же не жалко, потому что их много. Но они используют уже те деньги, которые они сейчас бы могли бы использовать для того, чтобы там не сидеть в темноте, не мерзнуть от того, что у тебя прорвало трубы, заняться своим коммунальным хозяйством. Ну, нормальной жизнью. Но их скрепы им это не позволяют. Да. Хотел у вас спросить, вот вопрос витает в воздухе, про ланцеты, да, это достаточно опасные беспилотники. И вот была информация о том, что Россия разрабатывает какую-то технологию, чтобы эти ланцеты действовали роем, чтобы этот рой летел как-то автономно, автоматически выбирал цели. И плюс была также информация о том, что, возможно, они разрабатывают какие-то морские беспилотники, которые могли бы ближе к берегу подвозить как раз вот эти ланцеты. Известно ли вам об этом что-то и насколько это все реально? Ну, Александр Захаров, владелец этой зала групп, которые производят и зала, и ланцеты, он об этих вещах заявлял еще чуть ли не там негод назад. Потому что основная проблема во всем этом хозяйстве, что когда ты начинаешь производить очень большое количество дронов, то тебе возникает дефицит операторов. И вот для того, чтобы у тебя избежать этого вопроса дефицита операторов, для того, чтобы десятком дронов управлял один человек, для этого и задуманы роевые атаки. Кроме того, рой как бы сбивает саму систему ПВО, и он является достаточно... Да, вот это вот Александр Захаров с собственной персоной, бывший авиамоделист. Поэтому эти идеи кружатся, и эти идеи кружатся не только у него, они там и у наших партнеров, и очень много я вижу информации о том, что работают над математикой вот это вот управление дронами. Разные есть тенденции, разные есть пути, но все как бы в эту сторону смотрят, потому что есть ключевая проблема, ключевая проблема – оператор дрона. Он один, а дрона много. Ну и вы считаете, в ближайшем будущем они смогут преодолеть вот этот математический порог? Ну, даже те ремофирма там со временем как бы с ней справились и пережили, да? Поэтому я думаю, эта проблема будет как-то решаться. Вопрос, правильно ли будет выбран путь, и как будет использован там искусственный интеллект, и какие будут средства технические для распознавания образов, которые нужны для управления дронами. Вот было сообщение где-то 4, наверное, или 3 года назад, что было впервые в истории инцидент ликвидации какого-то террориста, при котором решение принимал искусственный интеллект. То есть это не было там решение там какого-то командира, который решил, что да, этого террориста пора убить, и он там нам мешает. А это решение, которое было принято искусственным интеллектом. Так вот, как он будет использоваться, куда он пойдет и к чему-то приведет, это, ну, как бы отдельная тема исследования. Но такие работы ведутся что с нашей стороны, что со стороны россиян, что со стороны наших партнеров. Полмира занимается вопросами управлениями райами дронов. Ну, тем более, увидим, что эта война фактически стала войной не только артиллерии, да, но и войной дронов. Мы видим, что сейчас даже при том, что не хватает немного снарядов, дроны выполняют достаточно эффективно, выполняют обязанности, можем так сказать, артиллерии. Вот на этом фоне интересная информация о том, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиардов фунтов стерлингов. Это в 2024 и 2025 годах. А вот что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем предыдущие два года. И премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о крупнейшей поставке беспилотников Украины. Около 200 миллионов фунтов стерлингов будет потрачено на закупку и производство тысяч военных беспилотников. Я хочу процитировать. Дроны, которые мы предоставляем, помогут поразить российские силы и помочь оттеснить Россию от Украины. А также снизить риски для украинского экспорта через Черное море. Разведывательные беспилотники, ударные беспилотники дальнего радиусодействия. Также FPV беспилотники. Конец цитаты. Вот это, судя по всему, будет достаточно серьезной угрозой для россиян, особенно во временно оккупированном Крыму. Если мы говорим о дронах, например, дальнего радиусодействия, в РФ, судя по всему, уже напряглись, судя по высказываниям Медведева, как вы считаете? Ну, я думаю, да. 200 миллионов от Британии, тем более фунтов стерлингов, или евро, это очень серьезная угроза, потому что это высокотехнологичные продукты, это не те дроны, которые можно будет легко подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Ну, и, конечно, есть чему волноваться, потому что британцы взяли на себя конкретную функцию всех морских операций, операций в этом регионе Черного моря. И это автоматически Крым. И там нет никаких ограничений по использованию западных вооружений. И Storm Shadow и Scalp себя там чудесным образом показали. Поэтому есть чего беспокоиться. А если понимать еще, что Крым это одна из наипервейших военных целей, я не говорю в какие сроки, но из наипервейших, то волноваться россиянам, конечно, стоит. Потому что, вот, чтобы хорошо понимать вот этот британский подход, британский характер, то вот когда Маргарет Петчер сказала, мне там по большому счету там с этими флотклендами не хочется особенно разбираться, но надо наказать. Отправляют флотилию, флотилия три месяца собирается, приезжает, наводит порядок и возвращается. Вот это такое отношение к вопросу. Вот если они решились взяться за этот вопрос, то они взялись. И у меня как бы там сомнения в англосаксах, у меня сомнений по поводу их настойчивости нет. Ну, знаете, ну нет сомнений, потому что они участвовали в Крымской войне, мы помним, в 1853 году еще. Уже много поколений с тех пор изменилось. Да, поколений изменилось, но генетическая память осталась, и я думаю, что они знают уже, что они делают, помогая нам. Спасибо вам большое, спасибо. Константин Криволап, авиационный эксперт и аналитик, был в эфире телеканала «Фридом». Всегда вам рады. Благодарю. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.